Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. Это продолжение нашего пути за локомотив. Итак, сейчас у нас остается как минимум два ролика. Как максимум это три. Два полуфинала и, скорее всего, финал. Но для того, чтобы выходить в финал, нам надо обыгрывать финалиста прошлой Лиги Чемпионов. Мы обыграли уже одного финалиста. Причем, что Ливерпуль выиграл эту Лигу Чемпионов в прошлом. Мы их обыграли в первом же раунде. Во втором мы обыграли Реал. Ну и теперь она попадается Тоттенхэм с Жозе Мауриньо. Мы играем первый матч на выезде. Посмотрим, как нам это поможет. С Реалом нам все-таки это помогло. Так, что у нас там за момент? Фарфан у нас, да, травму получил. Так что, скорее всего, теперь здесь будет играть Алексей Миранчук под левую ножку. Хорошо ему будет уходить. Так что двое братьев Миранчуков будет у нас на флангах. Ну и вместо Фарфана я возьму просто Жемаледдинова. Все, мы сохраняем. Мы готовы. Состав вы знаете наш. И играем первый матч на выезде. Давайте также, кому-то действительно это интересно. Все-таки как Тоттенхэм прошел до полуфинала. До полуфинала они в четвертьфинале вынесли ПСЖ. Кстати, хоть дома они проиграли 2-1, но все-таки выиграли они, получается, 2-0 в гостях у ПСЖ. Так что, неплохо. В 1-8 они выбили Тортонскую Барусю. 5-0 в сухую. Ну и где они тут? Ну и с группой в Баварии набрали 15 очков. Здесь тупо по разнице мячей они вышли. Вышли больше, просто забили. Сейчас узнаем. Победили 2-0 Баварию дома. Выиграли 4-1 Олимпиакос на выезде. Обыграли Спартак минимально дома. Разгромили Спартак в гостях 5-0. Проиграли Баварии в гостях 2-1. Обыграли Олимпиакос со счетом 3-1 дома. Вот такие вот результаты. Так что Бавария, Тоттенхэм, получается, проиграли всего лишь две игры за все это время ПСЖ. В четверть финале и Баварии на групповой стадии. Так что будет интересно сыграть. Играем мы в домашний зеленый. Поехали. Итак, разминаются игроки Тоттенхэма. Тут общается Эриксон еще. В Тоттенхэме Сунхен Мин. Альдервельт. Вертонген я что-то не заметил. Ну и вот разминаются наши игроки. Чарлука, Миранчук. Мы готовы. Замечательный стадион. Новый причем стадион у Тоттенхэма. Очень красивый. Ну и мы начинаем. Первый полуфинал. Играем снова мы в Англии. Хороший заброс сейчас пошел на Федю Смолов. Федя, ты знаешь что делать. Федя Смолов 1-0. Отлично. Шестая минута. Локомотив выходит вперед. Забивает гостевой гол. Который нам сейчас очень нужен. Замечательно все. Главное сейчас нам показать эту игру. Ну и мы помним одного российского футболиста. Совсем недавно игравшего тоже за Тоттенхэм. Роман Павлюченко. Практически тоже исполнял роль как и Федя Смолов. Сейчас роль девятки в Тоттенхэме. Ну и вот. Девятка Локомотива забивает. В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов ворота Тоттенхэма. Федор Смолов 16-й мяч. Замечательно. Эриксен с мячом. Сейчас Лукас на Эриксена. Сброс пошел. И Лукас Моура сравнивает счет 36-я минута. 1-1. Этот бразилец снова включается в полуфинале. Только не во втором матче, а в первом. Ну и сравнивает Тоттенхэм. Нам надо забивать сейчас еще. Нам это в плюс пойдет. Забивать как можно больше мячей Тоттенхэму в гостях. Ну и для Моура сейчас узнаем какой-то гол в Лиге Чемпионов. Четвертый. Но неплохо. Эриксен. Все-таки и Эриксен сейчас забивает. Тоттенхэм выиграет 2-1. Это очень сейчас опасно. Я не понимаю, что делать с Тоттенхэмом. Но не такая она уж и сильная команда, если мы все-таки выбили Ливерпуль и Реал. Я не понимаю, почему против Ливерпуля и Реала. Ну, Ливерпуль, да, это сильная команда была. Действительно, мне тяжело было против нее играть. Мы смогли и то. Вот против Реала почему тогда так получается у нас играть. И на, Антон Миранчук забивает. Перед самым перерывом делает счет 2-2. Бежит Антон с нашим болельщиком. Действительно важный гол. Чем больше, тем лучше. У нас есть еще 45 минут. Забить нам надо еще мячей в гостях. Хороший гол получился. Ну и Антон Миранчук тоже забивает. Делает свою лепту. Пятый мяч в Лиге Чемпионов. Жоу уже в штрафной. Федя. Федя 3-2. Федя 3-2. Федя забивает дубль. И Федя забивает 3. Ну, 2 мяча забил. Локомотив забивает 3 мяча. На выезде 3 гостевых гола. Нам это в большой плюс. Мы очень много забиваем в гостях. Это нам на руку. Мне очень нравится играть. Первый матч в плей-оффе. Именно сначала в гостях. Замечательно. Федя разложил просто. Чемпиона мира. Уголь и риса. 17 мячей. Федя забивает в этом сезоне. В Лиге Чемпионов. Только представляете. Если он бы столько забивал бы. В тот момент. Когда в Краснодаре он 2 сезона подряд был лучшим бомбардиром. Еще бы сейчас в Лиге Чемпионов бы так бы играл. Ну, супер. И, Алеша, да забей. Ты сам уже, да. 4-2. Алексей Миранчук забивает. Локомотив забивает четвертый мяч. Братья Миранчуки. Дубль Федора Смолова. Пока что нам приносит уверенную победу над Тоттенхэмом. Очень хорошо мы играем. Мы снова забиваем во втором тайме уже. Два тайма. Подряд мы забиваем два мяча Тоттенхэму. Ну, это просто замечательно. Еще и пас пяткой такой от Федора Смолова. И хорошо так закрутил еще. Юрис просто поплыл в этом матче. Сейчас узнаем, сколько Алексей забил. Пятый мяч. Хорошо, Жоу Марио дальше движется. Антон Миранчук продвигается. Замечательно. И Антон. 5-2. 5-2 громит сейчас локомотив Тоттенхэм. Забивает дубль Федор Смолов. И забивает дубль Антон Миранчук. Еще один мяч забил Алексей Миранчук. Наша Леша. Но в этот раз забил все-таки Антон. 5-2. Замечательно побежал вперед. Вот Миранчук. И развернул атаку в другую сторону. И пробил хорошо. С такой подкруткой в дальний угол для себя. Юрис просто поплыл в этом матче. Какая сейчас минута там? 85-я минута. 5-2. 6 мячей забил уже Антон Миранчук. И вот Федя Смолов. Последний его рывок, наверное, в матче. Но это пенальти. Федя Смолов замечательно сейчас так подставился. Орье получает желтую карточку. Сейчас узнаем, кто будет пробивать. Там крыховяк вроде. Я могу, конечно, дать Феде забить. У него... Ну, я все-таки дам крыховяк. Давайте, да, Феде дам. Я знаю одну тактику. Тем более для Федя будет классно. Это пробить Паненкой снова. Но не по центру. А вот в девятку. В левую. Все. Федя Смолов забивает хэт-трик, если я так правильно понимаю. И, наконец-то, Федя забил Паненкой. Ну, супер. Федя забивает. И, наконец-то, его Паненко хоть что-то приносит. Это хэт-трик. В полуфинале Лиги Чемпионов на стадионе Тоттенхэма. Вы посмотрите. Хоть и угадал Лерис. Но он не угадал высоту. И каким образом будет пробит этот пенальти. Но замечательная Паненко в исполнении Федора Смолова в этот раз нам помогла. Спасибо, Федя, за эту Паненку. На 90-й минуте. 18-й мяч Федора Смолова. И это хэт-трик Феди ворота Тоттенхэма. 6-2. 6-2. Разгром Тоттенхэма на их же стадионе. Хэт-трик забивает Федор Смолова. Не помню. Первый раз вроде такое, чтобы у нас игроки забивали хэт-трик. Не помню. Напишите в комментариях, забивали ли игрок Локомотива у нас сейчас в нашей карьере. Хэт-трик. Но Федя забил. Это замечательно. Итак, что сейчас по ситуации. 6-2. Чтобы выигрывать Тоттенхэму нужно. Во-первых, для того, чтобы сравнять. Забить 4 мяча у нас дома. Но если забить 4, то будет 6-6. Счет мы забили все-таки 6 мячей на стадионе. Как еще называется у них. Тоттенхэм Ходспорт с этим так и называется. Но надо забивать Тоттенхэму 5 мячей, чтобы безответных. Это практически такая же ситуация была, как и с Реалом. Сейчас мы посмотрим, как мы там Реал-то вообще прошли первую стадию. Но пока что 6-2. Это замечательно. Смола 18. В два раза больше сбил, чем Азар. Азар не догонит. Что там у нас по второму, кстати, матче. А нас в финале будут ждать, если что, Бавария. Она прошла Барселону. Ну, Бавария это легче, чем Барса. Надеюсь. 6-2. А в первом матче мы выиграли Реал. Сейчас я посмотрю. Нет, мы выиграли Реал. 7-2, кстати. 7-2 мы выиграли. Реал получает. Ну, немножко не дотянули вот до того же результата. Но все равно 6-2. Тяжело будет Тоттенхэму. Ну и надеюсь, нам будет намного легче сыграть в финале против Баварии. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей. И канал Футбол тоже. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok